С 1 января 2021 года, то есть с этого года, в соответствии с приказом Министерства труда, женщины теперь допущены к управлению поездом московского метрополитена. В наше время мы считаем, что должен быть выбор у всех заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола. Поэтому очень рады, что московский метрополитен, один из первых в Российской Федерации, с перерывом с 80-х годов, дает такую возможность женщинам, которые работали в московском метро, получить новую профессию. Девушки готовились почти год, с февраля прошлого года, для того, чтобы безопасно, комфортно, надежно управлять поездами московского метрополитена. Ограничения, которые действовали, уже сняты, то есть ни шум, ни вибрация, ни необходимость переключать стрелки вручную. В московском метрополитене этого нет, все стрелки автоматизированы, поезда на Филевской линии одни из самых современных в мире. Реконструкция проведена была на Филевской линии, поэтому данная линия является одной из самых современных в московском метрополитене. Специально мы подготовили форму для девушек и женщин, которые у нас теперь работают. Они сами теперь выбирают, в чем им работать, либо в брюках, либо в юбке. Это их выбор. Из 25 девушек, которые приступили к обучению, 12 закончили полностью это обучение, получили права на управление поездом и, соответственно, готовы полностью теперь управлять поездами московского метрополитена наравне с мужчинами. Уверен, что количество машинистов в метро будет увеличиваться. Заявки от женщин у нас уже есть. Первый этап был набора, это только сотрудницы московского метро. Соответственно, второй, скорее всего, будет такой же. А дальше, соответственно, мы будем приглашать всех желающих. Вот, поэтому хотел пожелать первый путь, так сказать, удачи, безопасности и, конечно, получать удовольствие от работы. Потому что за вами огромная ответственность и уверен, что все пассажиры, без исключения, будут искренне рады тому, что этим именно поездом будет управлять кто-то из вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.